Понимаете, судьба будет нам свои экзамены давать в соответствии с тем, что там находится внутри. Это можно назвать глубинной памятью. И оттуда исходит закон кармы. Что это за закон? Закон причины и следствия, что мы совершали какие-то поступки в прошлых жизнях, сейчас мы за них отвечаем. Счастье и страдания приходят в нашу жизнь оттуда, изнутри. С этой точки зрения ничего не поменяешь. Вот как действует, все так и будет действовать. Есть еще другой момент, очень важный. Этот момент связан с разумом. Веды объясняют, что в зависимости от направленности разума меняется человека судьба. Судьба человека меняется. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ну то есть, оказывается, есть разные дороги. Веды описывают три пути в жизни, четыре пути основных. Люди все живут, идут четырьмя путями. Первый путь, путь невежества называется. Это путь, в котором человек живет только для себя. Он говорит, я для себя живу, чего вы паритесь там? Как не надо, так и я буду жить. Не трогайте меня. Отстаньте от меня. Моя хата с краю, ничего не знаю. Наплевать, наплевать, надоело воевать. Моя хата с краю, ничего не знаю. Ну, может быть, не в этом случае. Но, по крайней мере, вот такая позиция жизненная. Когда человек живет для себя, он никого не любит, потому что все мешают ему быть счастливым. Понимаете? Потому что люди как бы не любят такой позиции. Когда человек живет для себя, это неприятно. И поэтому он воюет, враждует со всеми. Аллегорично в древних сказаниях говорится, что такой человек, который идет этой дорогой, теряет себя. Теряет себя. Ну, то есть он деградирует. Ведическим языком деградирует. Мы можем видеть, что мы учились с каким-то человеком вместе, допустим, в школе. Потом прошло много лет, мы его встречаем, а он весь уже деградировал. То есть он спился, он ничего не соображает, у него совсем другое поведение, не как раньше было. Так? Называется деградация, невежественный путь. Дальше второй путь. Это путь страсти. Человек живет тоже для себя. Такой человек в страсти живет для себя. Но сам от себя это скрывает. Он всем говорит, что он живет для всех, для других. Думая, говорит, что я хочу для вас, все делаю. Но на самом деле он живет для себя. Но не знает об этом. Не до конца это осознает. И люди страсти, они постоянно играют какие-то роли. Они играют роли успешных людей, допустим. Для этого надо стильно одеваться. То есть ходить как бы с чемоданчиком, всем улыбаться. Вот так вот. Вот. Или, допустим, роль у меня военного. То есть я рыбачу на дороге. У вас такого нет в России. Есть рыбаки такие. У них вместо удочки, у них такая палочка с этими... С полосочками. И они ловись, рыбка большая, маленькая. Стоят на дороге. Опа. Поймал. И давай вот там. По шее ему. На денежки. Разводит морковь на деньги, понимаете? На деньги разводит. Вот. И для этого ему надо очень крутой вид иметь, понимаете? То есть это он играет крутого такого. Ну, допустим, если к нему придет, допустим, какой-нибудь... Харахири. Ну, то есть этот... Рецидивист там или какой-нибудь смертник. То он уже не сможет играть в эту игру. Как недавно, год назад где-то был в аэропорту взрыв в Москве. И там дым такой стоял после взрыва. И один милиционер выпрыгнул из этого и закричал диким языком. Вместо того, чтобы... Ну, он же милиционер, у нас людей надо спасать. Он заорал. Я жив! Я жив! И побежал. Ну, то есть, видите, как бы милицейская одежда снялась в этот момент с него. То есть страсть вся ушла куда-то, и он просто стал человеком, да? Который остался жив. Ну, то есть, понимаете, мы играем роли разные. Директоров мы очень солидняк, там, кандидат доктор наук, там, еще какой-нибудь, ну, солидняк. Или я безработный. Безработный. Уже все, ну, я безработный. У меня другой вариант, да? То есть мы играем разные роли, это называется страсть. То есть люди, как бы, ну, они по-разному, в зависимости от того, как надо, то есть они меняют роли. Но это все не глубокие вещи. Это просто игра. Нет глубины в этом во всем. И люди в страсти, они не могут так же семейные отношения построить нормальные. Невежественных людей вообще нет в семье. Даже если человек живет с невежественным человеком, он не живет с ним, как семья. Наверное, он мучается с ним. Почему? Потому что невежественным человеком наплевать все, ничего не интересного. Он обычно выпивает там, как этот, в этом, в стихотворении. Мы бандита, ганстерита, виванта и стриллианта, мы любита, держим банка, миллиона и плеванта на законы. Это такой русский язык в исполнении итальянца. Ну, неважно. Важно то, что как бы идея в чем заключается. В том, что человеку наплевать на все. Он может и не бандитом быть, а просто ему на все наплевать. Страстный человеку не наплевать. Он, потому что ведь живет-то для других, как он считает. Но по факту, вот если разобраться в его жизни, то можно видеть, что он постоянно всем недоволен. Он постоянно все всеми ругается, выясняет отношения. Он постоянно всех мучает, воспитывает, учит чему-то. Он постоянно пытается, как бы, побольше себе денег привлечь в жизни. То есть, страстный человек тоже эгоистичную природу имеет. Но он это делает в рамках закона. Ну, закона семейной жизни, закона страны. То есть, он использует отношения для того, чтобы что-то сделать для себя. Веды говорят, что на земле не так много невежественных людей. По-настоящему честных невежественных людей очень мало. В основном страстные люди. Есть также благостные люди. Благостные люди, они усвоили, поняли, что счастье настоящее находится в отношениях любви. А любовь настоящая, она немножко другая. То есть, она искренняя, честная. И она труднодостижимая в жизни, на самом деле. Потому что искренне честное отношение очень трудно построить. Потому что в каждом человеке, веды говорят, у нас внутри сидит эгоизм. Это еще третья часть тонкого тела, которую мы еще не обсуждали с вами. Самое главное для нас, чтобы мы поняли. Что у каждого человека внутри сидит эгоизм. Неправильное представление о своем счастье. Понимаете? Эгоизм соткан из понимания себя как личности. И главное понимание, это где искать счастье. Понимаете? То есть, в этом понимании, в эгоизме, суть это ощущение, где я получу счастье. И у нас внутри вот такая заложена программа, внутри как в этом эгоизме заложена сила, что счастье всегда, это когда что-то для меня делают. Не когда я что-то делаю для других. Я о себе забываю. А когда для меня что-то делаю. Понимаете? Допустим, если я сейчас скажу на лекции. Вот если вы пожертвования сделаете кому-то, вы будете счастливы. И вы, допустим, идете и делаете пожертвования. И он такой, взял пожертвования, как бы и все. Вы говорите, а где счастье-то? Пожертвование сделано. А где счастье? Счастья нет. Это означает, что мы чего-то другого хотели. Понимаете? То есть, или, допустим, я дарю цветы, да? Подарил цветы. А где счастье? Где улыбки? Где любовь? Или я приготовил, допустим, мужу, жена приготовила покушать. А где спасибо? Понимаете? То есть, эгоизм может как? Двумя способами проявляться. Он проявляется или я просто требую для себя чего-то. Тогда скандал. Второй способ. Я служу, а потом требую. Тогда зависимость получается. Но тоже нет любви. Любовь всегда, она имеет неэгоистическую, независимую природу. И она очень сложно достижима, потому что зачастую... Понимаете, в чем проблема? Почему мы не любим друг друга? Потому что для того, чтобы любить, надо соприкасаться тебе с неэгоистической природой того, кого ты хочешь любить. Потому что когда неэгоистическая природа соприкасается с эгоистической природой, то тогда эгоистическая природа во мне тоже вспыхивает. Она все равно же живет, она есть. И, допустим, я вот, допустим, бескорыстно мужу приготовила, а он, гад, такой даже спасибо не сказал. Вроде бы бескорыстно приготовила, а все равно там внутри что-то екнуло. Это означает, что у нас не всегда хватает силы настоящие отношения строить, которые могут счастье принести. И об этом мы будем чуть-чуть сегодня тоже говорить, но в основном на следующих лекциях. Я сейчас такую обзорную лекцию делаю, чтобы мы могли потом ориентироваться в теме и глубоко понимать, о чем идет речь. Итак, три структуры тонкого тела. Разум, ум. Ум — это основа нашей жизни. Там протекает жизнь в уме. Там протекает наша судьба в уме. В уме мы любим. В уме у нас находится настроение. Там же находятся у нас болезни. В тонком теле ума находятся болезни человека. Там же находится депрессия, тяжелый период жизни. И в уме находится разлюбило. Потому что это тоже карма. То есть повлияли планеты так, что у меня холод близкому человеку наступил и разлюбило. Холод. Означает действие кармы. Вот смотрите. Давайте теперь трезветь сейчас мы начнем. Потому что реды говорят, что знание решает все вопросы в жизни. Только знание. Но одно условие. Знание должно быть правильным. Если неправильно, значит не решает вопрос. Смотрите. Моментик небольшой. Допустим, я кого-то любила. Опа. И разлюбила. Это означает, в буквальном смысле слова, я не испытываю счастья от этого человека. Что это значит? Первый вариант, который обычно приходит в наш ум. Это значит, что этот человек мне не подходит. Он у меня с ним несовместимость, которую я раньше не понимал. Первый вариант. Второй вариант. Более банальный, но он является правильным, согласно ведом. Что у тебя наступил плохой период в жизни, в котором у тебя наступила несовместимость. Но так как судьба идет волнами, то надо подождать пару лет. И у тебя наступит хороший период, в котором ты получишь с этим человеком опять прежнюю совместимость. Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать. И час, и другой подряд. Понимаете? То есть, как бы, приходит время, и люди опять встречаются. Ведическая культура, она как раз об этом говорит, что, Нужно подождать. Разум означает подождать. Но вы, допустим, можете мне сказать, Олег Геннадьевич, ждать невозможно. Знаете, почему невозможно? А потому что мы рабы, рабы неправильного представления о счастье. Вот этот эгоизм, как раз, это самая страшная вещь. Она труднопознаваемая. Понимаете? Мы рабы внешнего представления о счастье. Потому что, если человек живет внутренней жизнью, Но наступил у него тяжелый период в жизни, Он все равно продолжает оставаться на платформе счастья. Ему тяжелее, конечно, жить стало, Но он на платформе счастья находится. Потому что он счастье вырабатывает изнутри. Он не зависит от того, как к нему относятся в полной степени. Зависимость не такая. Не зависит от того, любит его и не любит. А он зависит от того, что произошло во время молитвы с утра. Внутренняя жизнь. И смотрите, внутренняя жизнь меняет ситуацию вовне. Если карма действует изнутри. Теперь давайте разберемся в вопросе, Почему мы не любим друг друга? Что произошло? Как люди, есть два способа разбираться. Мы садимся друг против друга, И начинается разбор полетов. Ну, то есть, ты все-таки первый мне сказал. Вот это вот. Помнишь, ты мне так сказал? И я потом вот так вот, и все. Из-за этого я ушла от тебя. А потом я сама не знаю, как все произошло. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. И я ушла от тебя таким образом. Встретила другого человека. А все из-за тебя. Потому что помнишь, ты мне тогда сказал? Вот такие слова. И все. У меня вера в тебя пропала. И все. А потом, не виноватый я, он сам пришел. Это один способ решать проблему. И на самом деле проблема, она таким способом не решается. Потому что на самом деле все гораздо банальнее. Потому что приходит время, Как в песне поется. Наступит день, наступит час, И даже тоненькую нить, не в состоянии разрубить стальной клинок. Понимаете? То есть наступает время, когда человек ничего не может сделать с тем, что происходит. И это происходит изнутри. Интересно, веды описывают структуру тонкого тела ума. Это связано с событиями, которые происходят у нас. Вот этот шарик, который, я сказал, глубинная память, Он находится в самом низу тонкого тела ума, в самом глубине. То есть сравнивается с озером. Разрез озера как бы сравнивается. Это с разрезом озера. В самом низу находится карма. Или сравнивается с илом озера. Песок. Вот эти песчинки, кармы, они всплывают. Озеро, само вот с лес воды, это наш ум. Там находятся наши мысли, чувства, ощущения, все прочее. Песчинка всплывает, и она проходит определенный слой воды. Вот этот слой человек сам не может чувствовать в себе. Но он очень сильно влияет на всех остальных. Вот, допустим, из меня исходит сила, которая заставляет мою жену не любить меня, допустим. Мне кажется, что она меня не любит. А за что, я не понимаю. И мне кажется, что это несправедливо. Но с позиции разума, смотрите, как разум преодолевает судьбу. Если человек знает, что есть закон кармы, то он предполагает, что это исходит из меня. И поэтому он не обвиняет жену в том, что она перестала любить. Он очень понимает, что эта сила изошла из меня и поменяла ее отношение ко мне. В результате человек, что делает, начинает работать над собой, чтобы эта сила, которая исходит из нее, перестала действовать. Вернее, из меня на нее перестала действовать. Видите, в результате человек изменяет ситуацию. Вот, допустим, муж начал гулять. Есть два способа действовать. Взять ему, дать пинка под зад, и он тогда пусть гуляет дальше. Ну, наказать его, типа, ах, ты гуляешь. И кого тогда ты наказала, получается? Ну, что у тебя был муж. То, что он начал гулять, у него жены уже нет, так? У него и так уже эта проблема была. А у тебя-то был муж. Ты ему пинка под зад дала, теперь у тебя нет мужа. А у него и жены не было уже до этого, потому что он бросил же, начал гулять. А теперь, а у тебя был муж при этом? Какой? Гулящий. Ну, ты дала пинка под зад, теперь у тебя никакого нет. Так кого ты наказала? Саму себя наказала, потому что ты могла начать молиться и в молитве победить свою судьбу. И в результате у него проснулась бы внутри какая-то определенная штучка, которая указывает на то, что карма побеждается. Знаете, эта штучка как называется? Совесть. И он идет к подружке, как бы к любимой, где любимая живет, липы шелестят. То есть он идет туда, а у него внутри вот сердце, понимаете, вот здесь вот совесть. Ему тяжело уже идти, становится тяжелее, ноги тяжелее. Он не может уже так, потому что жена ждет, она верит. И у меня есть дети, совесть она на все это указывает. Говорит, у тебя гад такой, дети же есть. Они тебя любят, а ты идешь к любимой, к своей. А дети тебя любят больше, чем она, эта тетка. Тогда выбирай. И человек выбирает. Почему? Потому что есть молитва от жены. Идет молитва, и уже эта молитва означает, то есть деятельность разума, да? Разум побеждает судьбу, и теперь уже ей не положено быть одинокой. Ей положено, чтобы муж раскаялся, вернулся назад. И его тянет уже назад. А так как он действует не с платформы разума, то есть неразумный человек, он уже не может идти туда, куда его тянуло, а теперь его тянет в другую сторону, он туда идет. Понимаете, неразумный человек как живет? Он живет на волне. Счастье туда пошло, он туда пошел в жизни. Счастье туда пошло, туда пошел. На волне живет. А разумный человек, он не зависит от волны. Он выполняет свой долг в жизни. Он живет в соответствии с правилами. То есть правило такое. Я женился, значит я живу с женой. Признак разумности. Иногда будет тяжело, иногда будет лучше. Но я живу в семье. Итак, видите, разум, он устанавливает правила и делает человека счастливым. Благостная жизнь означает разумная жизнь, основанная на чувстве долга. Веды говорят, настоящая любовь это не влюбленность. Влюбленность это когда ты на чувствах. Вот где бы мне найти такого человека, чтобы я его всегда чувствовала счастье от с ним? Это влюбленность. Позиция чувств. Неправильная платформа в жизни. Когда человек мечтает о такой любви, то он никогда не получит счастья в жизни. Второй вариант. Где бы найти силы, чтобы так себя вести, чтобы у меня были хорошие отношения с мужем? Это платформа разума. И она дает счастье потом в жизни. Человек побеждает судьбу. Понимаете? То есть есть платформа умственная, есть чувственная платформа, есть телесная платформа. Телесная платформа это вообще прикол. Пришли на дистотеку, потанцевали вместе. Молодший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. И понеслась. Если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу. И пошло, да? То есть потанцевали, потом понятно, что произошло, да? Неожиданно так в жизни. Женщина говорит, неожиданно так получилось. Чего-то неожиданного-то. Все понятно. Потанцевали, потом все понятно, что получилось. И все. И как потом это называется? Мать-одноночка. Не одиночка, а одноночка. Почему? Потому что телесная платформа это самая невыгодная платформа. Понимаете? Телесная платформа означает просто страсть. И все. Невыгодная платформа, потому что люди просто понаслаждались и разошлись. Как сейчас говорят молодежь, секс это еще не повод для знакомства. То есть это означает телесная платформа, понимаете? Платформа страсти. То есть тело, оно, когда психика, смотрите, когда душа действует на уровне разума, то для нее очень ценно жить по правилам. По правилам честности, любви, законов. Это называется благостная жизнь. Когда душа свое сознание пускает в ум, то тогда человек живет, эмоциональную жизнь ведет. То есть он, правила зависят от того, хорошо мне или нет. Если мне плохо, я ухожу. Если мне хорошо, я остаюсь. Как у меня была консультация недавно на Эрведа радио. И женщина рассказала, что у меня ребенок, как бы мы с мужем жили, и он в какой-то момент взял, ушел от меня. Неожиданно и сказал, мне с тобой уже не так хорошо, как раньше. Хочу хорошо. И до свидания. Это означает жить на платформе чувств. Вот мне хочется любви. То есть я хочу, чтобы у меня такая любовь была. Вот чтобы вот прям вот... Прощай. Я хочу тебе счастья и мне счастья хочу. Так как я тебя так не люблю, как раньше, поэтому прощай. Счастья же у нас нет теперь. А я другого человека найду, его смогу осчастливить. А ты другого найдешь. Мы предназначены для других. Прощай. Прощай со всех вокзалов, поезда, уходят в дальние края. Все. И при этом с такой улыбкой, с ощущением счастья, все. Мы расстаемся навсегда, под белым небом января. Приехали, да? Это концепция просто. Не думайте, что это происходит, потому что человек как что-то там не так. Это происходит из-за понимания жизни. Видите? То есть, оказывается, есть глубокие вещи, внутренняя жизнь. И она дает осечку вот потом, в какой-то момент. Я хотел вот счастья такого, чтобы мне всегда хорошо с человеком было. Так как всегда хорошо не бывает, поэтому в этом заложено уже заранее, что ты останешься одна или один. Уйдешь от близкого человека. Или доведешь его до белой ручки, чтобы он ушел. Такой тоже вариант был. Лекция наслушалась у доктора Краценова, допустим. Думаешь, а уходить нельзя. Ну ладно, пускай сам уходит. И... Все, ушел. Я не уходила. Карма хорошая. И сам ушел. Смотрите. Когда сознание проникает в тело и в теле в основном. Смотрите, сознание в разуме. Человек счастье испытывает от честной жизни. Ему честная жизнь нужна. Ему, ну как бы он понимает, что иногда честная жизнь трудная, иногда легкая. Ему нужна честная жизнь. Благостная жизнь. Означает сознание идет в разум в основном. Сознание идет в ум. Страстная жизнь, основанная на чувствах счастья. На чувстве счастья. Мне хорошо, значит вместе. Мне нехорошо, до свидания. Страсть. Теперь, невежество. Когда сознание очень много идет в тело, тогда человека обуревает просто сильное чувство. И у него просто крыша съезжает. То есть бывает такое, что человек даже не то, что ему хорошо или плохо, а просто он увидел кого-то, и у него крыша съехала, и он пошел просто, как кобелина. Пошел за девушкой. Он не может остановиться. Идет за ней. Почему? Потому что от нее исходит чувство, и у него повело, его повело. Он хочет секса с ней, и поэтому за ней идет. Телесная жизнь получается. Телесная концепция жизни. Просто хочется секса с этим человеком, и все. То есть, смотрите, семейная жизнь для меня означает, как это спрашивают иногда на консультации, такие очень ученые люди спрашивают, говорят, у вас как личная жизнь нормально складывается сколько раз в неделю? Личная жизнь складывается сколько раз в неделю? Это означает телесный концепт, телесное представление жизни. То есть сознание пропитывает тело полностью, и человек не понимает, что личная жизнь это духовная жизнь. Это не жизнь сколько раз в неделю, и даже не жизнь хорошо или плохо тебе с этим человеком, а это совсем другое. Это означает, веришь ты или не веришь этому человеку. Понимаете? Есть разные платформы, на которых мы строим личную жизнь. И эти платформы, в зависимости от этих платформ, будет такая жизнь. Например, вот как я уже пою каждый раз на этих семинарах эту песню, она мне очень нравится. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от смерти меня темной ночью спасает. Понимаете? То есть человек в окопе сидит, а там у него жена с ребенком в детской коляске не спит. И у детской кроватки тайком слезу проливает. Да? А он как бы в окопе, темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах. Понимаете? Очень реальная картина. Так? И это означает настоящее отношение. Вот такие отношения должны быть между людьми. Понимаете? Но они основаны на других вещах уже. И если человек, допустим, изменяет своей жене, он уже не может такие песни петь. Потому что такие песни поются, когда отношения на духовной платформе строятся. Но такие отношения невозможны, если нет внутренней жизни. Внутренняя жизнь означает жизнь с Богом. Потому что человек не может с телесериалом жить внутренней жизнью. Мы должны откуда-то получать счастье внутреннее. Понимаете? Некоторые люди живут телесериалами. Некоторые люди живут детективами. Некоторые люди живут с футболом, хоккеем. Некоторые люди живут пивной компанией. Некоторые люди живут сексом. Некоторые люди живут строящимся домом. Некоторые люди живут ребеночком своим. Но это не внутренняя жизнь. Это внешняя жизнь. Потому что если этот вот, аааа, тебе устроил Кузькину маму, ты тоже ему устроишь. Внутренняя жизнь на этом заканчивается с ребенком. Я его так люблю из парола. От парола. Такое слово русское есть характерное. Когда ребенка сильно бьют по заднице. Это не означает сильно любовь. Это означает сильно желание наслаждаться этим ребенком. И когда он тебя не наслаждает, возникает гнев от этого. Это не любовь. И не внутренняя жизнь. Это просто желание наслаждаться телом. Точно так же, как желание наслаждаться телом мужа, так же, как и наслаждаться телом ребенка. То же самое, разницы нет. Не значит, что с ребенком нет внутренней жизни. Она есть. Но надо разобраться, что это значит. Иначе счастья не будет в жизни. Потому что есть телесная платформа счастья, есть платформа умственная, есть платформа разумная. Разумного подхода к жизни. И мы сейчас пытаемся с вами изучать разумный подход, как строить разумные отношения в жизни с близким человеком. И для этого мы должны теперь отойти. То есть мы немножко скажем о разуме. Разум — это психическая структура, которая очень сильно устремлена к трех вещам. Вечностью, знанием и счастьем. То есть к трех вещам она устремлена. В этих трех вещах очень сильно нуждается ум. Ум нуждается в устойчивости, чтобы стабильная жизнь была. Чтобы у меня была квартира для женщины. Стабильная жизнь — это квартира. Для мужчины — это работа, чаще всего. Иногда бывает наоборот. То есть нам нужна стабильность жизни. Чтобы нормально каждый день было покушать, зарплата. Мы не можем без стабильности жить, нам плохо жить становится. И мы заставляем разум искать этой стабильности. Это ум. В уме это вот страдание происходит. Дальше человек стремится к счастью. Вечности сначала стремится. Потом он стремится к счастью. Мы не можем жить без счастья. Нам нужно счастье. И ум стремится к знанию. Потому что без знания нет ни вечности, ни счастья. Человек хочет узнать. Желаем знать, что будет. Устроены так люди. Ну то есть мы хотим знать. Каждый человек хочет знать. И так разум стремится к этим трем вещам. К знанию вечности и счастью. И он кормит ум этими тремя вещами. Смотрите, интересно, как разум бывает устремлен. Первый вариант. Ум требует от разума счастья. И разум бежит туда, куда хочет ум. Допустим, человек идет по улице. Видит мороженое. Говорит. Мороженое вам. Побежал, мороженое купил, поел. Потом идет пирожное. Пироженого. И туда побежал, там поел. Понимаете? Так это означает жить на позиции ума. С позиции ума воспринимать мир. Второй вариант. Человек живет в соответствии с знаниями. Он, допустим, идет и видит мороженое. Смотрит на часы. Уже поздно есть мороженое. И думает, нет, я мороженое не буду есть, потому что у меня горло заболит. Все. Это уже другая платформа. Платформа разума. Человек на платформе разума, он живет в соответствии с правилами какими-то в жизни. Человек на платформе ума просто спонтанно живет. Чего хочет, а то и делает. Есть еще платформа чувственная, телесная. Это когда человек, ему вообще наплевать. Он не хочет вообще ничего знать. Он живет как хочет вообще. Он живет без всяких правил. Как бой без правил есть, да? Так и жизнь бывает без правил тоже. Превращается в бой без правил. Хочу, изменяю. Хочу, нет. Все зависит от того, чего я захочу. Разум стремится к знанию прежде всего, а также из этого вытекает счастье и вечность. Он стремится к этим трем вещам. С помощью знания он достигает всех этих вещей. Поэтому знание это основа существования, согласно верным. Человек должен понять, как жить правильно. В этом смысл человеческой жизни. И он должен интересоваться этим. Потому что если он искренне не хочет узнать, как жить правильно, тогда он не сможет жить правильно. Потому что разум у человека открывается в искреннем желании поменять свою жизнь. То есть разум включается в этом искреннем желании поменять. Разум соткан из устремленности вот это, к счастью. Счастье это духовная энергия, может быть грубой материальной энергии. Допустим, дом хочу построить, дом. Это тоже счастье, так? Разум устремлен к дому. Он может быть устремлен к тонкой материи. То есть он хочет... Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы остались, но осталась наша музыка. Ну то есть тонкая материя. То есть ему все равно там расстались, мы не расстались. Главное, чтобы музыка осталась. То есть тонкая энергия. То есть он счастлив тонкой энергии. Он счастлив на тонком плане. Есть духовное счастье. Выше еще стоит. Духовное счастье это когда человек не расстается ни с кем. Он верен всегда. Он честно живет. То есть ему не музыка уже нужна, а нужны люди. Души нужны, которые вокруг находятся. Он относится как к душе к человеку, не как к тому, кто дает мне музыку или не дает. Если нет у тебя музыки, пошел бон, мы расстались, но музыка у меня все равно останется. Вот. То есть это чувственная платформа. А, ну то есть платформа, тонкая платформа. Грубая платформа секс. Тонкая платформа это счастье, вот это внутреннее, которое человек к чему стремится. И душевная платформа это когда человек не хочет никого предавать. В этом он счастье испытывает. По любому разу стремится или к грубым вещам. Там дом, секс, деньги. Деньги это тонкая, кстати, энергия. Дом, секс, еда, сон. Грубые такие вещи совсем. Приземленный человек. Дальше человек стремится к славе, успеху, деньгам. Тонкая устремленность. Или человек стремится выполнить свой долг в жизни, сделать всех счастливыми и так далее. Заботиться обо всех. Это духовная платформа. Разум может стремиться и туда, и туда, и туда. Тот же самый разум. Но когда человек разум стремится к духовному, он независим от ума. Потому что когда разум стремится к духовному, то разум впадает в зависимость от Божественного. Человек ведет Божественную жизнь. Он становится благостным. Когда разум стремится к тонкому счастью, то он становится страстным, потому что он подчинен желаниям ума. Тонкая энергия означает умственное, прежде всего. Разум может действовать там и там, и там. На тонком плане человек стремится к личному счастью. Он говорит, не главное, что у него хорошо было в жизни. Все остальное не имеет значения. И когда в этом случае человек не деградирует, как невежественный человек, его жизнь становится все тяжелее и тяжелее. Потому что по факту есть только две дороги. Или вверх, то есть духовное, или вниз материальное. Все. Или ты скатываешься на платформу грубых чувств, или ты возвышаешься. Жизнь страсти — это самообман. Человек ищет чего-то, а этого всего нет. Нет просто счастья в этом мире. Есть сдал экзамен — пошел вверх. Не сдал — пошел вниз. Есть только вверх и вниз. Есть экзамен. Сдал экзамен — стал счастливым. Не сдал — стал несчастным. Жизнь человека — это экзамен. Жизнь человека не для счастья предназначена, а для того, чтобы сдать свой экзамен. Мы думаем, я живу для счастья. Так нет. Мы не для счастья живем на этой земле. Если бы мы для счастья жили, мы бы здесь так в муках не умирали, страшно не болели, войн бы не было, не было бы такого жуткого рождения, когда ребенок рождается, он забывает про все, что дальше до этого помнил. И это описывает на 707-м месяце, как бы вынашивание, ребенок помнит до 100 своих прошлых жизней. В результате жуткого вот этого состояния, которое он испытывает во время рождения, он все забывает. Шок происходит. В этом шоке он забывает все, что помнил. У него глаза мудрые остаются, но он не знает ничего уже, все, он забыл. Мудрость остается внутренне, но памяти нет. Память — это тоже свойство разума. А память священна. Понимаете, память — это функция разума очень важная и ценная. Мы забываем. Ты забыла все, что было. Понимаете, мы забываем, поэтому ведем себя по-другому уже в жизни. Из-за того, что мы забываем. Надо учиться помнить. Память вспоминается во время внутренней жизни опять. Внутренняя жизнь глубокую память о человеке вытаскивает наружу. Веды говорят, что человек должен помнить близкого человека таким, каким он встретил его в первый раз. И каждый день во время молитвы эта память должна выходить наружу, само собой, должно всплывать. Должен чувствовать людей очень чисто, чисто и честно относиться к людям. Самое лучшее — в них видеть, а плохое не замечать. Стараться. Эта память дает правильное отношение устанавливать с людьми. Следующая функция разума — это целеустремленность. Человек стремится к тому, что он поставил цель в своей жизни. Цель — это самое главное, что существует в нашей жизни. Без нее жить невозможно. Если человек вообще не ставит цели, он просто деградирует. Дальше — вера. Вера бывает только в цели. Человек не может просто верить. Я верую. Если ты веруешь, значит, иди туда, куда ты веруешь. Если туда не идешь, ты говоришь, я просто верую, но туда не иду, а иду в другое место куда-то по жизни. Это значит, что ты не веруешь, то есть ты обманул себя просто. Если ты веруешь, иди туда. Ты, допустим, веришь в Бога, иди к Богу, молись каждый день Ему. Веди — значит делать. Веды говорят, разум состоит из действия, он не состоит из теории. Теория находится в уме, в разуме находятся поступки. Веды говорят, через разум передаются поступки. Допустим, человек говорит о чем-то, если он сам так делает, те, кто его слушает, тоже начинают так делать. Это очень тонкая вещь, она незаметна глазами. Но приходит время, и человек начинает делать так же, как он услышал. Поэтому ведическое знание, что оно утверждает? Оно утверждает, что через слушание происходят самые коренные изменения в сердцах людей. Самый сильный метод изменения судьбы — это говорить о высших вещах. И слушать на эту же тему. Это самый надежный способ изменить свою жизнь. Серьезная беседа — это самый мощный способ изменить. Искренняя беседа. Итак, разум соткан из целеустремленности, из веры, из знания. Он стремится к этому знанию. Он соткан из памяти. Разум способен менять жизнь. Он создает привычки вредные, если не туда стремится. И убирает эти привычки, если стремится туда, куда надо. Разум поступает всегда, совершает поступки. Допустим, встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Это мысль разума. Разум встает пораньше и ложится пораньше. А ум спит подольше и попозже ложится. Ум объедается, ум ругается, не хочет никого слушать. А разум хочет победить себя, хочет ложиться вовремя, хочет не ругаться, хочет прощать, хочет просить прощения. И разум хочет победить свою судьбу таким образом. А ум идет на поводу у судьбы. Понятно разницу? Чувствуете? Теперь.